В преддверии Дня Победы ветеранам войны Павлу Доценко, Михаилу Подолекову, вдове Семена Яковлева, а также семи блокадникам по поручению посольства России в Казахстане были вручены именные поздравления президента Владимира Путина по случаю Дня Победы. Их вручили на торжестве, организованном Кустанайским городским советом ветеранов. Также правительство Санкт-Петербурга направило поздравления и памятные знаки кустанайцам, блокадникам в честь 75-летия освобождения Ленинграда. В ходе торжественного мероприятия, где присутствовали участники войны, блокадники, вдовы фронтовиков, узники, концлагерей, а также школьники, кадеты, участники военно-патриотических клубов, ветераны вспоминали тяжелые годы войны своих однополчан, которые остались на полях сражений и тех, кто вернулся с поля брони, но не дожил до сегодняшних дней. Как рассказал в своем выступлении председатель городского совета ветеранов Юрий Харьяков из Кустанайской области, на фронты Великой Отечественной войны было призвано 73,5 тысяч человек, 24 тысячи погибло. 16 тысяч наших земляков пропали без вести. Нас от Великого Праздника Победы отделяет буквально несколько дней. В эти дни в городе Кустанай проводится очень большое количество всевозможных мероприятий, встреч школьников, студентов колледжей, вузов, воинских частей с нашими участниками войны. Они у нас в почете и так далее. Городской совет ветеранов, мы совместно с областным советом ветеранов сегодня проводят тематический вечер. Мы славим вам, творцы Победы, с участниками войны, нашими выдающимися участниками войны, Подоликовым Михаилом Ивановичем, Доценко Павлом Васильевичем и Алдобергеном Касимханом Алдобергеновичем.